О генеральном межевании в учебниках обычно говорится вскользь, как об одном из множества внутриполитических мероприятий правительства Екатерины II — решении небольшого технического вопроса, связанного с определением границ земельных владений. Между тем, есть хороший способ оценить, насколько важным было то или иное мероприятие для самого правительства для людей того времени. Нужно посмотреть, сколько документов возникло в ходе этой работы. Так вот, межевой архив, хранящийся в Российском государственном архиве древних актов, сейчас насчитывает более 1 миллиона 300 тысяч единиц хранения, значительная часть из них — это огромные рукописные тома, и это крупнейший документальный комплекс, дошедший до нас от времен Российской империи. Почему межевание было настолько важно для современников? Дело в том, что Российская империя принадлежала к тому типу обществ, в котором положение человека в обществе определялось прежде всего тем, какой землей и на каких правах он владеет. Нам интуитивно не вполне понятны эти отношения, мы все-таки живем в обществе, которое строится вокруг отношений денежных. Как говорит старая шутка, о чем бы вы ни говорили, вы говорите о деньгах. В Российской империи, да и в большинстве континентальных империй той эпохи дело обстояло иначе. Ключевой вопрос, определяющий положение конкретного человека, — это земля, вокруг земельных и поземельных отношений строятся все ключевые отношения в обществе. В этом плане Российская империя не специфична, но все-таки у нее есть значительные отличия от того, что мы видим в Европе. Они связаны с тем, что парадоксальным образом в обществе, построенном вокруг поземельных отношений, земельное право в значительной степени базировалось на устной традиции, на неписанном обычае. Дело в том, что в середине XVIII века большинство границ земельных участков в Российской империи были неопределены. Конечно, нельзя сказать, что русские люди того времени вообще не знали, что такое межа. Но в большинстве случаев границы между владениями соседних деревень определялись самими местными жителями и определялись в режиме устной договоренности, которая зачастую существовала в течение многих веков. Просто одно село знало, что наши владения по вот этот ручеек, а за ручейком начинаются владения соседнего села. Конечно, бывали и конфликты, конечно, в крайних случаях в этих конфликтах приходилось вмешиваться администрации. Но мы все знаем, что никто не любит конфликтов с участием администрации, тем более судов, и в подавляющем большинстве случаев без этого старались обходиться. По факту на середину XVIII века были размежеваны доли процента от общего количества межей, границ поиземельных, существовавших в государстве. Все остальное регулировалось устным правом и устной традицией. В Европе дело обстояло совершенно иначе. И это глубокое отличие России от Европы было связано с совершенно другим землепользованием. Дело в том, что европейские крестьяне XVI, XVII, XVIII веков владели землей на разном праве. Кто-то был собственником, хотя собственность на землю не бывает подобной нашей собственности на чашку или шариковую ручку. Это и сейчас в нашем обществе не так. А в те времена собственность всегда немножко условное понятие, и с этой собственностью всегда приходят какие-то обязанности, какие-то требования, какие-то службы, лежащие на этой земле. Еще чаще в Европе крестьянин был арендатором, жил на земле какого-то феодала. Но в любом случае крестьянское хозяйство хорошо знало границы своих владений. Христианин хорошо знал, что здесь заканчивается мой выгон и начинается выгон соседа. В России дело обстояло иначе. Русские христиане жили общиной, и периодически земля перераспределялась между крестьянскими дворами, как правило, в зависимости от того, сколько в данный момент в этом дворе работников. Говоря очень всерьез, речь идет о совершенно разных моделях общества. Потому что в Европе мы понимаем, что старшему сыну достается земля, среднему — лошадь, а младшему — кот, и совсем не факт, что он окажется в сапогах. Если сравнивать, то примерно в то время, когда во Франции маркиз Карабас был вынужден покинуть родные места и искать свои судьбы на чужбине, и ему очень повезло, что рядом оказался людоед, которого было совершенно не жалко. Примерно в это же время его русский современник или ровесник, подрастая, уже знал, что как только он сможет работать, ему будет нарезана земля, и вся община поможет ему как можно быстрее встать на ноги, потому что все кругом заинтересованы в том, чтобы он как можно быстрее взял на себя свою долю общего тягла, стал тяглецом. Таким образом, крестьянские и вообще земледельческие общины, не только крестьяне, но и казаки, однодворцы, общины коренных народов по Волжии, Сибири и других регионах России, как правило, решали свои поземельные проблемы сами. Они не нуждались во вмешательстве государства для того, чтобы определить границы своих земель. Государство последний раз попыталось составить и составило общий земельный кадастр в первые годы после смуты в 1620-х годах. Это так называемое валовое песцовое описание песцовой книги 1620-х годов. После этого таких попыток удачных не было. Очень жаль, что до сих пор наша историческая наука не решила задачу сплошной обработки этого массива интереснейших данных, потому что песцовые книги 1620-х годов — это первое сохранившееся общее описание территории страны. После песцовых книг 1620-х годов население учитывалось сначала переписными книгами, а потом ревизиями. Ревизии XVIII века — это лучший в своей эпохе. В XVIII веке ни в одном стране мира не было ничего подобного. До сих пор масса исследователей работает с этим материалом, он позволяет изучать демографию во многих вопросах совершенно современными методами. Но учитывалось население, а земля как бы подразумевалась. Государство смотрело на вещи так, что вот есть село, в нем живут вот такие люди, они записаны, зафиксированы в ревизии. У них в соответствии с их социальным статусом есть определенные права и обязанности, и они владеют землей. А какой землей они сами знают. Это было очень удобное и очень простое решение, но ко второй половине XVIII века стало очевидным, что оно перестает соответствовать уровню государственного развития Российской империи и необходимо предпринимать шаги. Дело в том, что высшим слоем в Российской империи было дворянство, оно же было носителем государственной традиции. Без дворянства империя не имела бы тех очертаний и, возможно, вообще не могла бы существовать. И место русского дворянства в обществе определялось именно тем, что это были владельцы земли. Но, как понятно из того, что мы уже сказали, именно с собственностью на землю в русском обществе и были проблемы. Они владели чем-то, что было никак не зафиксировано, никак не определено. Государственная теория провозглашала, что дворяне владеют землей, а крестьяне прикреплены к земле. Но административная практика с необходимостью искать дело как раз из другого. Дворяне владеют ревистскими душами, то есть крестьянами, а уже крестьяне знают, какие земли им принадлежат. Это создавало немножко необычную для Европы ситуацию, ситуацию глубинной слабости самой основы существования высшего слоя в государстве — дворянство. Потому что если в Европе было более-менее понятно, что земля принадлежит дворянам, а крестьяне живут на ней, и когда в странах Центральной Европы отменялось крепостное право, а крепостное право отнюдь не было уникальной особенностью России в середине XVIII века, на большей части европейского континента оно в тех или иных формах существовало. Но в Европе, когда крепостное право отменялось, то общий принцип, из которого исходил законодатель, и принцип, разделяемый всем обществом, состоит в том, что земля принадлежит дворянам. Что касается русских реалий, то тут ситуация была иной. Известен знаменитый рассказ о том, как декабрист Иван Дмитриевич Якушкин пожелал освободить, будучи человеком прогрессивных взглядов, пожелал освободить своих крестьян и вполне в стиле европейских тенденций того времени исходил из того, что крестьяне будут освобождены без земли. «Нет, барин, — ответили крестьяне, — давайте все будет по-прежнему, мы ваши, а земля наша». Это совершенно иной подход, совершенно иная ситуация, чем та, что мы наблюдаем в Европе. Видимо, крестьяне — это отдельный сюжет, который довольно далеко уведет нас от исходной темы разговора, но, видимо, русские крестьяне в глубине души считали, что причина их обязательств перед дворянами связана не с тем, что дворяне владеют землей, на которой они живут, а с тем, что государство поручило им содержать дворян. Отсюда следует множество сюжетов русской истории, и то, что некоторые депутаты Уложенной комиссии Екатеринистского времени всерьез выдвигали проекты, в соответствии с которыми государство должно было конфисковать дворянские земли, собирать с них налоги или другие платежи, и затем этими деньгами расплачиваться с дворянами. И в более радикальном виде то, что в эпоху Пугачевщины крестьяне вполне ясно проявили стремление вообще изгнать дворян из своих сел, вот эта глубинная слабость дворянского землевладения создавала очень серьезную особенность Российской империи. И, конечно, дворяне, оказавшись в таком положении, стремились получить хоть какие-то документы на землю. Это было важной общегосударственного масштаба задачи. В принципе, русское правительство в течение всего XVIII века пыталось такие документы создать. Неоднократно издавались манифесты о начале больших межевых работ, и всякий раз это не приводило ни к какому результату. Я сказал, что крестьяне, как правило, договаривались о межах сами, но это не означает, что эта ситуация была бесконфликтной. На данный момент наша община согласилась с тем, что вот те лужки косят наши соседи. По множеству причин, например, потому что в результате каких-то выяснений отношений мы проиграли. Но это не значит, что мы забыли, что мой дед рассказывал, что его дед косил эти лужки. Это не значит, что мы совсем согласились с тем, что они ими владеют. И когда здесь появится землемер и начнет наносить на план межу, который теперь уже навсегда отрежет нас от этих лужков, навсегда уничтожит все наши возможные права на них, то мы не будем молчать. Это создавало огромную сложность в проведении межевания. В принципе, землевладение было относительно бесконфликтным. Во всяком случае, споры случались не чаще, чем во всяком другом обществе. Но попытка формализовать все эти межи приводила к тому, что они буквально все взрывались конфликтами. Столкнувшись с этой проблемой, Екатерининское правительство нашло, наверное, очень изящное и очень красивое решение. Как мы уже говорили, документов на землю, как правило, не было ни у кого. Правительство, начиная генеральное межевание, поставило условие, что межи будут обозначены так, как их укажут местные жители, если они смогут провести их без споров между собой, то у них проверялись документы на все их земли. Как правило, они при этом теряли больше, чем могли бы приобрести, претендуя на то, чем уже пользуется сосед. Все равно бывали споры, все равно генеральное межевание во многих случаях эти споры инициировало, тлевшие ранние столетиями, но вывело их в сферу государственной деятельности. Тем не менее, это изящное решение позволило начать этот проект и развивать его довольно быстро и эффективно. В соответствии со значением этого дела для государства оно было поставлено с большим государственным размахом. Руководила им межевая экспедиция Сената, то есть межовщики были подчинены напрямую правительству. Из этого следовало, например, что они совершенно не зависели от местных властей. Межовщиков специально готовили, для этого была создана межевая школа, затем она превратилась в межевой институт, а сейчас это называется МЕГАИК, Московский государственный университет геодезии и картографии. Приехав в какую-то местность, межовщик вместе со своим помощником, с партией, обычно в межевой партии состоял несколько десятков солдат, и с представителями владельцев и соседних общин должны были пройти все межи между поселениями в этом регионе, пройти с мерной цепью и со стролябией, замеряя каждый отрезок и каждый угол. После этого по результатам составлялись очень подробные планы каждой межевой дачи и к каждой даче описание хозяйства, так называемые полевые записки. Затем межевые планы и полевые записки сводились в огромные генеральные уездные планы и не менее огромные тома экономических примечаний к генеральному межеванию. За 30 лет с начала генерального межевания в 1765 году до смерти Екатерины II в 1795 году межевание охватило все губернии центра исторического ядра России. За это время межевщики прошли своими ногами миллионы верст и составили сотни тысяч документов, которые собственно и наполняют сейчас межевой архив. На периферии работы продолжались и позже, генеральное межевание продолжалось до 40-х годов XIX века, а после него велось дальше специальное межевание и вообще межевое ведомство развивалось дальше вплоть до революции 1917 года. Обмежевано было не каждое владение или поселение. Например, если несколько поселений принадлежали одному владельцу, располагались рядом и у них было переплетено землепользование, то их, как правило, обводили общей межой. С другой стороны, если в одном селе крестьянами владели несколько помещиков, то только в редчайших случаях удавалось провести границу между ними. Тем не менее, генеральное межевание создало новую базовую единицу землевладения — межевую дачу. На основе этих межевых дач дальше строился учет земельного фонда империи вплоть до конца ее существования. В частности, без проведения этих работ, конечно, невозможна была бы и крестьянская реформа 1861 года. Таким образом, в ходе генерального межевания государство впервые положило на бумагу, зафиксировало и юридически оформило землевладение в Российской империи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова